Рисунки, которые сделал Михаил Юрьевич Панов, это мой ученик, правда он очень много лет назад ходил на молодых мат, сейчас он уже вполне взрослый человек, замечательный. Так вот, он сделал большое количество рисунков и соответственно я могу вам показать и вы увидите с совершенно неожиданной стороны и эллипс, и гиперную параметку. А потом мы с вами немножко подоказываем, это обсуждалось на прошлом занятии, рассмотрим произвольную точку и прямую, пусть точка не лежит на прямой. Существует бесконечно много окружностей, которые проходят через данную точку и касаются прямой. Видите где? Значит, точка фиксированная, окружность касается все время вот этой горизонтальной прямой. Поскольку изображенные на рисунке радиусы равны, вот они изображенные на рисунке радиусы, центр любой такой окружности равна удаленно от прямой и от точки. И наоборот, если у вас вот эта красная точка находится на равных расстояниях, то такая окружность существует. Посмотрите глазом, по какой траектории движется центр этой параболы. В прошлый раз мы делали вычисления, мы просто в координатах считали одно расстояние, другое расстояние, приравнивали и действительно доказывали, что это будет парабола. В системе координат, где вершина параболы является началом координат, парабола записывается уравнением у равняется сколько-то там экспорта. Замечательно. Геометрическое оттенение параболы можно сформулировать чуть-чуть иначе. Геометрическое оттенение параболы можно сформулировать чуть-чуть иначе. Рассмотрим прямую и касающуюся этой прямой круга. Существует бесконечно много окружностей, которые касаются и круга, и прямой. Видите, да, вот эта красная пулитивная окружность касается и круга, и прямой круга. Построим прямую, параллельную данную и расположенную с другой стороны, чем круг, причем так, чтобы расстояние равнялось радиусу круга. Видите, да? Вот так проходим. Строим прямую, и сейчас обнаружится простая штука, что расстояние от центра вот этого движущегося круга до точки и до прямой одно и то же. Почему? А потому что центр красной окружности находится на расстоянии, которое равно сумме радиус красной окружности плюс радиус синий, и здесь радиус красной окружности плюс вот этот отрезок. Но этот отрезок мы специально взяли равным радиусу синий окружности. Вот. Пультик показывает, как все это выглядит в движении. Итак, точка равного длина от прямой круга. Это и называется геометрическое определение параллельно. Вы видели? В свое время Миша Панов, это было лет 10 назад, решил провести на малом мигматике кружок. Произошла стандартная вещь, которая всегда происходит со студентами, с эспирантами. Они всегда считают, что другие школьники такие же, причем даже не такие, как они были, когда школьники, а такие, как они сейчас. И он написал занятие 2. Ну, разумеется, это не занятие 2, это огромный материал, который на несколько занятий. Вот. Но, тем не менее, картинок он нарисовал много, очень красивых. Между прочим, все это, что я вам сейчас показываю, в интернете лежит, поэтому можете легко это все найти. Значит, на сайте квант.инфо там все это выложено. Так вот, смотрите, рассказ пойдет о директрисах и о фокусах эллипсов, парабол и гиперпул. Этому посвящена книжка Васильева и Бутенмахера «Прямые и кривые». Итак, смотрим, что такое парабола, пишет, и почему-то рисует совсем не параболой. Ну, это называется, конечно, опечатком, потому что здесь, конечно, что? Эллипс. Конечно, здесь эллипс. В прошлый раз, между прочим, я это не доказывал, что множество точек, которые разбивают данный отрезок в данном отношении, является эллипсом. Вот представьте себе, что у вас есть какой-то отрезок, и пусть вот этот вот отрезок имеет длину А, а вот этот вот отрезок имеет длину Б. Здесь какой-то угол. Тогда, смотрите, вот из этого прямоугольного треугольника, вот этот отрезок, который вообще-то называется Х, это ничто иное, как А косинусов Ф. А вот из этого прямоугольного треугольника, вот из этого, У, то есть вот ордината, это Б синус Ф. Очень хорошо. Значит, если вы Х разделите на А, то получите осинус Ф. Если вы У разделите на Б, то получите синус Ф. Возведем в квадрат. Получим Х разделить на А плюс У разделить на Б. Есть сумма квадрата косинуса и синуса. То есть единица, в теоремке форума. Сумма квадрата синуса и косинуса любого угла, это единица. Таким образом, у нас действительно получается, причем даже не просто уравнение эллипса, а такое вот наиболее стандартное, что называется во всех книжках, так называемое каноническое уравнение эллипса. Х в квадрате разделить на А в квадрате плюс У в квадрате разделенное на Б в квадрате равняется единица. Кому эта картинка показалась интересной? Можете посмотреть, у нас совсем недавно была лекция Двориминова, который рассказывал такую задачу. Если представить, что желтый отрезок этой палочки и красную точку, что называется, привязать веревкой к началу координат и тянуть за эту веревку. Вопрос, при каких положениях нам удастся удержать, а при каких не удастся? Оказывается, что ответ очень простой. Если красная точка расположена ниже середины, то одна ситуация, если выше середины, то другая. Но за подробным рассказом отсылаю к лекции Двориминова, там было все интересно рассказано. А мы сейчас продолжаем посмотреть нашу картину. Итак, одно из определений эллипса мы поняли. Вот. Это определение эллипса подробно объяснялось на прошлой лекции. Множество точек, сумма расстояний от которых до двух данных точек, постоянно называют эллипсом. А и В это фокусы. А если вы присмотритесь, длина желтой веревочки все время является постоянной величиной. Здесь объяснено, что такое гипербол. Множество точек, разность расстояний от которых до двух данных точек, постоянно. На самом деле, для тех, кто имеет собак, объяснить, что такое гипербол было очень легко. Представьте себе, что у вас есть две собаки и, как это называется, рулетка. Такой поводок, который может стоять длиннее или... Да. Так вот, вы взяли, и для того, чтобы не мучиться, эти рулетки склеили. Одна собачка от вас на одном расстоянии, другая на другом. Ну, вот, так что вы можете отматывать или, наоборот, заматывать только одно и то же количество. Отлично. А дальше собаки из вредности взялись, сели и никуда не идут. Вопрос. После этого, где вы можете гулять? А и В это места, куда сели ваши любимые собачки. Ответ. Вы после этого сможете гулять по дуге гиперболы, которые вот здесь вот на картинке нарисованы. Согласна? Одна собачка села здесь, другая здесь, а хозяин может... Если разность меняет знак, то, естественно, вы переходите к другой ветве. То есть, расстояние АМ минус БМ отрицательное на левой ветке и ровно такое же, по модулю, но положительное, на правой ветке гиперболы. Так, я не понимаю, разница. А, здесь по очереди показывают эти ветки. Ну, ладно. В общем, картинка одна и та же, просто ее демонстрирую. По-разному. Хорошо. Ребята, это отрезки АВ. Это множество точек, сумма стояний, от которых до точек А и В, равна постоянной величине отрезку АВ. Это, конечно, не эллипс. Это вырожденный случай эллипсов. А вот это всевозможные эллипсы с фокусами А и В. Заметьте, пожалуйста, насколько... Сейчас я вам показываю. Насколько вытянутый этот эллипс по сравнению... Видите, да? Обычно, когда школьники рисуют эллипсы, то вот когда они рисуют какой-нибудь эллипс вот такого типа, они ставят фокусы примерно вот в этих точках. Ничего подобного. Фокусы очень сильно разнесены. Зеленая прямая в середине перпендикулярно отрезку АВ. Это множество точек, одинаково удаленных от точек А и В. То есть это множество точек. Разность расстояния равна нулю. Те точки, для которых АМ минус БМ равняется нулю. Смотрите. А вот это всевозможные гипербы с фокусами А и В. Обратите внимание. Здесь есть вырожденный случай один. Это серединный перпендикулярно отрезку АВ. И есть еще вырожденный случай. Если вы посмотрите на вот этот вот луч, который от точки А идет налево, то разность расстояний равна минус отрезку АВ. А если вы посмотрите на луч, который идет от Б направо, то разность расстояний равна плюс отрезку АВ. То есть смотрите, вырожденный случай это вертикальная прямая и вот эти вот два луча. А во всех остальных случаях гипербола это вот такая вот прямая. Ну что ж, а вот, ребята, потрясающая картинка. Одновременно нарисованы и гиперболы с фокусами А и В, и эллипс. Оказывается, что в любой точке пересечения зеленая линия, то есть гипербола, перпендикулярно синюю, то есть эллипсу. Кстати, мы это с вами сегодня докажем. Это очень легко выводится из фокального свойства эллипса. Повторяю, в любой точке пересечения гипербола с фокусами А и В перпендикулярно эллипсу с теми же самыми двумя фокусами А и В. Так, теперь нам объясняют, что такое угол между кривой. Вот это нарисована просто произвольная кривая. Зеленая – это другая произвольная кривая. Точка пересечения. Касательная. Зеленая прямая касательная к зеленой кривой. Красная прямая касательная к красной. И вот угол между касателями – это по определению и есть угол между кривыми в точке их пересечения. Значит, формулировка теоремы. Эллипс с данными двумя фокусами в точке пересечения перпендикулярен гиперболе с теми же самыми двумя фокусами. Ребята, это скотека. Я не знаю, кто из них там юноша или девушка, но танцуют они замечательно. И все время девяносто. Все время, хоть делись, но в точке пересечения девяносто градусов. А теперь пойдет доказательство этого замечательного обстоятельства. Доказательство основано на фокальном свойстве эллипса и на фокальном свойстве гиперболе. Фокальное свойство эллипса – равенство вот этих углов. Если в любой точке провел укасательного, то показанные углы будут равны. Это мы сейчас докажем. Смотрите, проследите глаза. Угол меняется, но эти два угла меняются согласованно. Таким образом, что в любой момент времени угол YMA равен углу BM. Ну, Y там, X, понятно. Меняется 9Y. В общем, два показанных дужками угла всегда равны. Как это можно использовать? Если ставишь лампочку в одном фокусе и поджигаешь, то все лучи одновременно сойдутся в другом фокусе. На самом деле, это то, зачем используют эллипсы в телескопах. Эллипсы, параболы, гиперболы – все это очень используется в телескопах, и в радиотелескопах, и в обычных патлических телескопах. То есть, астрономы очень мощно используют вот это свойство. Ну, на самом деле, есть такая игрушка, если вы подберете вот это самое расстояние, поставите здесь заборчик, хорошо отражающий звук, а другой человек встанет вот там, то тогда, когда вы здесь будете говорить, то там будет все слышно. Во Веер, где у нас была хошь-праду летняя школа, в парке такая штука сделана, и мы даже говорили, только была одна проблема. Поскольку там это сделано было все-таки не абсолютно обратно, там не была предусмотрена защита от звука, который шел вот так вот, и всегда было непонятно, когда здесь говоришь, то человек, который здесь, он слышит тебя, потому что отразилось от забора и там собралось, или потому что он тебя просто услышит. Ну, все-таки чувствовалось, что какой-то эффект от забора есть, но все время было подозрение. Так что я не могу сказать, что я на 100% видел это на опыте, но с другой стороны телескопы-то работают, поэтому не должно быть. Так, а вот это уже пошло математическое доказательство. Мы начинаем с известной геометрической задачи. Для двух данных точек А и В, на данный прямой Л, найти точку, сумма расстояний, от которой до точек А и В, является наименьшей. Оказывается, что это будет траектория луча света, который отражается от зеркала, выходит с точки А и попадает в точку В. Ну, давайте посмотрим, как это можно доказать. Оказывается, значит, что самую лучшую точку рисуют, отражая точку В симметрично, соединяя отрезки. А если возьмешь любую другую точку, то посмотрите, какая история. Если я посмотрю на путь А, М, В и сравню его с путем А, Х, В, то смотрите, отрезок М, В равен отрезку М, В штриху. Просто потому, что у меня осевая симметрия. Асимметрия относительно прямой Л. Значит, М, В равняется М, В штриху. Отрезок Х, В равен отрезку Х, В штриху. Отлично. Значит, путь А, Х, В равен пути А, Х, В штриху. Путь А, М, В равен пути А, М, В штриху. То есть отрезок А, В штриху. А, М, В штриху это то же самое, что отрезок А, В штриху. Но, под неравенство треугольника, А, Х и Х, В штриху в сумме больше, чем А, В штриху. Таким образом, зеленый путь всегда больше, чем синий. Отлично. Но для синего пути углы равны, потому что симметричны, а это симплопрямой. А вот эти два угла равны, потому что вертикальный угол. Значит, вот эти два угла равны. Физики это формулируют так. Угол падения равен углу отражения. Правда, обычно в учебниках физики угол падения, это не вот этот угол, а угол между вертикалью и синим отрезком. Так что физик потребовал бы, чтобы здесь мы провели вертикальную прямую и наоборот показали бы вот эти два угла. Но понятно, что эти угла два равны, что те равны, это одно и то же. Так, теперь начинается история про эллипс. При помощи только что рассказанной задачи я объясню вам фокальное свойство эллипса. То есть смотрите, вот эллипс с фокусами А и В. Ребята, пожалуйста, обратите внимание. Это настоящая картинка. Фокусы у этого эллипса расположены именно там, где они расположены. Вот за что я люблю рисунки подобных. Это не просто художник нарисовал, а это точно посчитано по формулам. Вот у этого эллипса, где-то здесь нарисовано, фокусы действительно расположены в этих двух точках. Так вот, давайте посмотрим. По определению, эллипс состоит из таких точек, для которых сумма расстояний А, М и М, В – это некоторая постоянная личность. Замечательно. Если возьмешь любую точку вне эллипса, то сумма А, Х и Х, В будет больше, чем А, М и М, В. В частности, если будешь точку брать на касательную, то есть вот смотрите, у меня есть эллипс с фокусами А и В, и любая точка М на этом эллипсе провожу касательную. Точка Х, любая точка на касательную, значит, в частности, Х лежит вне эллипса, то получается, что АХ плюс ХБ больше, чем АМ плюс БМ. То есть из всех точек прямой Л, точка М – это та точка, для которой сумма расстояния до точек А и В минимальная. А такую точку мы знаем. Это точка, где угол падения равен углу отражения, то есть вот эти два угла, где равны. Теперь, все, это про эллипс доказательство закончилось. Теперь будет ровно то же самое, вроде первой. Только отличие в том, что в случае эллипса синие отрезки лежали с одной стороны от касательной, а в случае гиперболы вы видите, что касательная расположена между этими самыми синими отрезками. Но свойство звучит фактически так же. Углы равны. Угол между касателями при направлении именно точки А и В один и тот же. Замечательно. Оказывается, что решение абсолютно так же. Только для эллипса точки были с одной стороны от прямой, и мы искали наименьшую сумму расстояния. А здесь точки будут с разных сторон от прямой. И мы с вами будем искать наибольшую, для эллипса главная наименьшая, а здесь мы будем искать наибольшую разность расстояний АХ и ХБ, где точка Х пробегает прямой. Дело в том, что в случае гиперболы состоит из тех точек, для которых разность расстояния постоянная. Значит, нас сейчас интересует разность. Ну, смотрите. Берем точку М где-то на прямой. Отражаем точку Б симметрично относительно прямой Эльки и подбираем так, чтобы точка М лежала бы на этом луче. Значит, тогда отрезок БМ равен отрезку Б'М, и разность отрезков, разность длин АМ и БМ оказывается равна длине отрезка АБ'. Ну, в самом деле, когда из АМ вычитаешь МБ', то это то же самое, что вычитаешь БМ. То есть разность оказывается равна отрезку АБ'. А когда берешь любую точку Х, то разность длин АХ и ХБ равна разности длин АХ и ХБ'. Но, господа, в любом треугольнике разность длин сторон меньше, чем длина третьей стороны. Я на всех случаях напомню, что это следствие из неравенства треугольника. Если у вас есть произвольный треугольник с сторонами АБЦ, то А плюс Б больше, чем С. Если Б перенесешь в другую сторону, то это можно записать так. А было А плюс Б больше, чем С, а стало. А больше, чем С минус Б. То есть любая сторона больше, чем разность у других. В частности, в треугольнике АХБ' разность отрезков АХ и ХБ' меньше, чем отрезок АБ'. Ну вот и все. Для точки М разность равна АБ', а для любой другой точки разность АХ минус ХБ' меньше, чем АБ'. Значит, максимальное значение разность принимает именно в этой точке. Ну вот, два фокуса. Это, соответственно, гиперболы с такими фокусами. Дальше все в точности, так же, как было и для Эверса. То есть, смотрите, говорим, что вот здесь вот разность равна ну, а здесь разность равна там какой-то величине, да, там больше нуля какая-то положительная разность АМ минус Н. Вот, соответственно, когда проведем касательную, то мы обнаруживаем, что вот здесь вот разность там чуть-чуть больше нуля, а здесь она чуть-чуть побольше, здесь она побольше. Здесь она равна некоторой величине, да, И, соответственно, у нас получается, что для точки Х разность меньше, чем АМ минус БМ. Х любая точка касательной, поэтому получается, что для точки М обязательно вот эти углы равны. Ну, в общем, продумайте. Еще раз стоит вернуться к Эльбису и сравнить, и действительно видишь, что. Так, теперь почему же 90 градусов? А потому что, когда вы измеряете угол между гиперболой и Эльбисом, в точке пересечения, вы должны провести касательную, почему-то здесь Миша проявляет красную прямую, красная прямая, касательная к зеленой гиперболе. И должны провести направление на фокусы, применяя фокальное свойство гиперболы. Успеваете, да? Применяем фокальное свойство гиперболы. Вот эти углы равны. Проводим рыжую касательную к Эльбису. Применяем фокальное свойство Эльбиса. Ну и вообще все. Потому что если вот этот угол Альфа, этот Бета, этот Бететет, а этот Альфа, то вы тогда смотрите, что видите. Альфа, Бета, Бета и Альфа в сумме дают 180 градусов. Значит, Альфа плюс 2 Бета плюс Альфа это 180, то есть 2 Альфа плюс 2 Бета это 180, то есть Альфа плюс Бета это 900. Мы действительно доказали, что здесь прямой гиперболы. Теперь очень интересная тема, очень красивое свойство. Пожалуй, я его вам сегодня полностью расскажу. Это простая, но очень симпатичная геометра. Смотрите, это вопрос о том, что будет, если вы в каждый момент времени фокус отразите относительно касательно. Если честно, это нам нужно совершенно не само по себе, а для решения гораздо более интересной, гораздо более симпатичной задачи. Но, в конце концов, давайте посмотрим. Давайте просто посмотрим, что же у нас будет. Не правда ли, неожиданно? Окружность. Окружность. Причем центр этой окружности, это второй фокус эллипса. Интересно, почему. Надо вспоминать определение эллипса. Посмотрите, все стало очевидно. Ребята, видите, что такое эллипс? Точки, для которых сумма вот этих вот двух зеленых состояний, постоянных. Когда вы отражаете симметрично, то согласитесь, что у вас здесь получаются отрезки равны длины. Правда? Что такое вот это за отрезок? По оптическому свойству эллипса, иногда говорят фокальные свойства, но говорят оптические свойства. На самом деле, чаще всего фокальным свойством называют такое, что сумма вот этих вот расстояний постоянная. А оптическим свойством эллипса называют то, что вот там те углы равны, да, то, что мы точно доказали. Так вот, по оптическому свойству эллипса у нас вот этот вот зеленый, это отрезок. Потому что как раз на те вот углы равны, и значит получается все время отрезок. А отрезок постоянной длины, потому что сумма зеленых отрезок постоянная. Идею поняли? Отлично. Теперь, что называется, дальше, уже. Мы смотрим не на траекторию синий точки. Синяя точка, как вы помните, мы только что доказали, движется под такой большой окружности. А на траекторию вот этой вот точки. Здесь одна проблема. Миша, если честно, забыл нарисовать один простой рисунок. Это один фокус. Это второй фокус. Вот это вот та самая синяя точка. Давайте ее обозначим буквой С. А вот это точка, которая является серединой отрезка АС. Давайте ее обозначим Д. Так вот, господа, мы можем взять вот эту точку, которая называется центр эллипса, середину отрезка АВ. И соединить ее с точкой D. Что мы получили в треугольнике АВС? Среднюю линию. Среднюю линию. Понимаете ли вы, что если мы знаем длину отрезка ВС, длину отрезка ВС, длину отрезка 2А, то здесь будет А. Вот и все. Вот и все. Мы доказали, что расстояние от вот этой точки до середины отрезка, соединяющего между собой фокусы, а середина отрезка, соединяющего фокусы, это в точности, это в точности что? Центр эллипса. Это в точности центр эллипса. Так вот мы доказали, что вот эта длина, это А, где 2А, это вот сумма этих самых отрезков, то есть 2А, это на самом деле расстояние между крайними точками, это так называемая А, это большая полуоси, да? То есть 2А, это расстояние, самый длинный отрез, соединяющий две точки переписка. Так, интересно, 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 а и что, нарисовать нам будет? А, вот, нарисовал. Посмотрите, пожалуйста, проследите глаза. Итак, желтый, это эллипс. Вы видите, что точка симметричная одному фокусу относительно касательного движется по окружности с центром во втором фокусе, а вот основание перпендикуляра, который опущен из фокуса на касательном, пробегает окружность с центром в центре эллипса и радиусом А. Радиус – это большая полуоси эллипса. Значит, вот у этой вот окружности центр, расположен в центре эллипса и радиусом А. Давайте полюбуемся. А, Стасич, а почему кажется, что в некотором моменте ускоряется? А, потому что скорость непостоянная. Действительно, проследите глазом. Видите, по эллипсу точка идет более-менее равномерно, а асимметричная... Так, хорошо. Так, это тоже самое, только часть картинки. Объяснено, что у нас основание перпендикуляра едет... Увидели, да? По той самой окружности. Заметьте, здесь касается, красная окружность касается эллипса. Так, ну вообще, фокусы эллипса абсолютно равноправны. Поэтому, если один движется по окружности, то второй тоже. Вот состоялся митинг в защиту прав второго фокуса. Заметьте, и один перпендикуляр движется по окружности, и второй движется по той же самой окружности. Кстати, интересно, а правда, что они друг другу шкафганяют? Да. Видите? Это к вопросу о том, равномерно происходит движение или нет. Ух ты, один обогнал. То есть... Он почему-то пойдет медленно, другой его очень быстро обогнал. Потому что ближе к... Так, почему? Это понятно. Важно, чтобы все заметили. Потому что люди часто думают, что любое движение происходит равномерно, ничего подобного. Бывают и неравномерные движения. Вот. А вот это, ребята, моя любимая экзаменационная задача восьмого класса. Я очень много лет работал, вел математические классы в гимназии номер 1543. Там каждый год... Ну, в связи с реформой образования, меня оттуда сейчас повычистили. Я уже два года как там не работаю. Сейчас вы знаете, что в московских школах, в общем, всех в университете участие увольняют. Вот. Но, ничего не поделаешь. Тем не менее, это было очень много. С 92-го года до 2012-го я работал. Или, что называется, сейчас бы работал, если бы не нынешняя реформа. Вот. И, соответственно... Соответственно, господа, смотрите. Всегда восьмиклассники, которые у меня учились, в конце года получали вот эту задачу. Что это такое? Найти, по какой траектории движется точка, из которой эллипс виден под прямым углом. То есть, если проведешь... Точка столовжена вне эллипса. Если проведешь две касательные, то эти прямые будут перпендикулярны. Ответ потрясающий. Это окружность. Это окружность. Оказывается, это можно доказать чисто геометрически. И этот же факт можно доказать алгебраическому. Алгебраическое доказательство, как ни странно, довольно-таки тяжелое. Довольно большое количество вычислений при этом приходится произносить. И геометрическое рассуждение безусловно здесь выиграет. Спасибо.